Дядя Слава, должен человек на главном посту государства разговаривать в СМИ, как нынешний лощеный Сухоль, должен разговаривать, как обычный человек, будто бы ведя беседу. Он вообще не должен в СМИ разговаривать никак. Он должен подключить камеру, подключить микрофон и не выключать. Если он занимается государственными делами, то он не должен от ничего выключать. Все открыто должно быть. И если он там все положил в свои регалии и пошел к своей жене или куда-нибудь в туалет, то это тогда можно, чтобы не было включено. А все остальное время должны быть включены камеры, и люди должны видеть, чтобы не было никаких секретов. Тогда будет все прекрасно. Ему не нужны никакие СМИ. Во-первых, нужен интерактив, чтобы была лента. Помощники сидят тут же вообще. Незачем ему сидеть одному в кабинете. Он должен сидеть, у него несколько помощников, и они смотрят сразу же взаимодействие. Говорят, вот там такой-то, такой-то случилось, тот-то, тот-то. Пожалуйста, значит, там есть какие-то службы, кто этим занимается. Сразу же сообщили этим службам. Можно даже не поднимать этого вопроса, но поставить на контроль, чтобы эти службы, если там что-то зачудят, можно было еще воздействовать и сверху. Не только, чтобы народ мог их там трамбануть. Хотя это тоже, у них тоже все должно быть у этих служб абсолютно открыто. Поэтому я думаю, что СМИ в этом случае такую роль какую-то странную играют. Что они могут спросить того, чего не знают люди, если они постоянно... Ну, может быть, кто-то, кому там неинтересно смотреть, кто-то, кто не взаимодействует и так далее. То, может быть, ему, конечно, интересно будет работать какого-то профессионального журналиста. Можно такие пресс-конференции делать там, я не знаю, в какой-то отдельный день в течение двух часов. Такая вот, все знают, такой-то день пресс-конференции, давайте, накидывайте свои вопросы, не проблема. Телефон тоже будет прослушиваться, а как же? Он не то же прослушиваться, он вообще должен работать таким образом, чтобы вы сразу слышали. Он подключен должен быть через интернет, этот телефон. Другого варианта просто быть не может. Любая работа со своими какими-то западными коллегами тоже. То есть, если кто-то там, диктатор, президент России, я не знаю, премьер-министр, как угодно его назовите, общается, допустим, с президентом США, он должен делать это открыто. Говорит, ну, там, господин президент, у нас народ управляет, мы не можем там что-то кулуарно, тайно, нахера. Давайте, говорится, открыто. И все. И надо всех приучать. Весь мир нужен приучать, что все. Времена тебе закончились безвозвратно, когда там тайна, блядь, какие-то элиты, правящие классы, они там все темнят, они знают больше, ни хера они ничего не знают. Вы сейчас сами видите, что они там знают. Вячеслав бывал, бандюки объезжали вечером депутатов и договаривались правильно голосовать. То же самое не будет, а какие депутаты, какие бандюки будут, у нас не будет депутатов. Понимаете? Нет депутатов. Какие нахер депутаты? Народ является высшей законодательной властью. Люди голосуют, что бандюки смогут объехать весь народ. Да и куда бандюки-то смогут поехать? До первого полицейского, что ли? Да и бандюков-то будет не так много. Поймите, да? То есть, когда поле деятельности криминальное очень узкое, то есть, бандюков, ну, какие-то отморозки только останутся. Те, кто в 90-е ездил там с депутатами, условно, договаривался, таких не будет. Потому что это люди умные. У них будет чем заняться в России. То, что зовешь депутатами, должен быть профессиональными комитетами с лишь одним полномочным, давайте прописать закон, и люди будут выбирать такой закон. Ну, нет, если это будет какой-то определенный комитет, да, то толк не будет. То есть, тут нужна площадка, на которой могут люди сами предлагать законы обязательно, да. То есть, по этому поводу могут создаваться и партии, которые создаются с единственной целью, да, там, совместной творческой и законодательной деятельности, ну, как инициаторы, да. То есть, есть понятие законодательная инициатива. Вот законодательная инициатива будет у всех. То есть, нужно создать площадку, вы закидываете законопроект, за него, условно, проголосовало там такое-то количество. Вот барьер преодолели, он идет дальше, да. То есть, и так далее. То есть, там определенные условия, определенные барьеры. Чтобы можно было, в конце концов, что-то, какой-то продукт достойный предложить. Вячеслав, как вы считаете, есть ли для России хороший выход из сегодняшней ситуации? Конечно, есть. То есть, уничтожить Путина, повзять власть партизанам, поднять восстание по всей России, не допустить к власти чубайсов. И все, и будет все прекрасно. Это самый лучший выход для России. Все остальные варианты проигрышны. Серьезно проигрышны.